Тяжело, шло очень долго, очень внимательно все рассматривалось, подробно обе стороны, очень много вопросов, ожидания были, пока сейчас, надеемся на благоприятный исход в нашу пользу. Скажите, а так вот у вас общение складывается с Екатерины, с другим Костюмзином, со Светланой, вообще это нормально общение? Ну конечно, нормальные, ровные отношения. Екатерина себя ведет спокойно, достаточно, разумно обучает на вопросы. Как юристы мы можем сказать, вы же понимаете, что интересы, в общем-то, противоположные, как ни крути с правовой точки зрения. Мы защищаем интересы нашего доверителя. Представляем, да. А она на чем настаивает? Екатерина? Да. Спросите у нее об этом. Она не разговаривает с нами, просто, ну поэтому я спрошу, но у вас... Но мы не можем за других людей отвечать. А правда ли, что у нас пытаются подать некие апелляции относительно октябрьского решения суда? Как-то, в общем, влиять этот процесс очень сложно. У нас не святые по этому вопросу. Скажите раз, а где сейчас Матвея сделали ему операцию в гостевой семье или в больнице? Ну, по сведениям от господина Астахова, он в гостевой семье. Ну это то, что публикуется в специальных средствах массовой информации. А вообще в каком-то мистере нет на реке, в себе было, что кто-то срывался, может быть, там, какие-то выпуски? Нет, конечно. Все в правах, в правах. В соответствии с Гражданскоподисциальным кодексом. А почему так долго не допрашивают? Почему так долго не допрашивают? Ну, вероятно, суд хочет изучить все ответы данного дела. Дело-то непростое. Ваше ощущение, сегодня? Сегодня что будет? Да, можно сегодня уже решить? Мы надеемся. Надеемся на это, конечно. Пойдемте, Наташа. Простите нас, пожалуйста. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо.